Доброго времени суток, вас приветствует канал Белорусское пчеловодство. Сегодня у нас на канале заключительное видео по станку инструментального осеменения нашего производства. И сегодня у нас на канале манипуляторы крючков. Сейчас немножко расскажу вам про особенности конструкции. Сделаны они вот такими хомутовыми зажимами. Зажимы достаточно широкие и большого диаметра для того, чтобы выворот здесь внутри шарик, как на чертежах определенных рутнера есть. Здесь тоже зажим цангового патрона, сделанного из торопласта, что позволяет момент скольжения определять. Торопласт ставлен кольцевой. Вот в этот зажим тоже можно этим винтом момент скольжения туже или мягче, чтобы вы ходили вот так. Ну, я держу достаточно без нагрузки вот такое вращение или движение вперед-назад. Совместно с этим видео вот два манипулятора. Крючок жальный и крючок вентральный. Вот они. Совместно с этим видео хочу рассказать немножко вам о крючках. Крючки. Ну, почему-то не взялся никто изготавливается у нас в Беларуси. Сказали, ювелирная работа, тут тонкое сверление, нержавейка. Ну, побоялись. Никто не захотел за это браться. Поэтому крючки нам пришлось заказывать в Польше у производителя станков. Поэтому обошлись нам крючки в 25 евро. Достаточно дорогое удовольствие. Пока что это единственная деталь, которую нам не смогли бы локализовать в селе в Беларусь. Все остальное пока что делается у нас в Беларусь. Капилляры? Ну, нет. Капилляры просто мы заготовки заказывали на капилляры. Это мы сами делаем. То есть уже сами для капилляров растягиваем и делаем мы сами. То есть об этом тоже видео на канале будет. Про станок наш для капилляров. Ну, а так вот, в принципе, вот такие вот интересные манипуляторы. Здесь зажим цанговый идет. То есть для удобства, для удобства здесь ничего не запрессовано, не зажато. Здесь можно для удобства сделать, вот, фиксировать это как у Рутнера. То есть по книжке Рутнера сделали вот такой вот здесь цанговый зажим. Чтобы можно было фиксировать, отпускать или зажимать момент. То есть плавно или более совсем сделать, зажать жестко. Жестко, но жестко никогда не надо делать, потому что будете двигать станок сам или еще какие-то лишние. То есть, ну, нужно делать мягенько. Но вопрос в том, что сделано именно для манипуляций. То есть... Быстроен перенастройки, чтобы каждый сам по тебе мог настроить. Совершенно верно. То есть, не нужно брать какую-то отвертку, там, поджимать этот терапласт или там шестиграник. Все быстро рукой. Оп-оп, крутанули и все, и работает. То есть, вот оно, вот. Тем более, терапласт очень отзывчив к температурам. Температурам, да. То есть, вот мы, как бы, уже заметили, это в холодном помещении. Он туго работает. Нужно, прежде чем начинать работать, нужно обязательно разогреть его вот так вот. То есть, терапласт, когда разогревается, он начинает приобретать такое свойство плавкости. Такое, он течет, типа вот такого вот понятия. И начинает скользить по нему металл. Здесь используется все пищевая нержавейка. Единственное, для удобства обработки металла нержавейку, конечно, бы не сделали вот этот вот узел без крючка. Я имею в виду крючок сам. И крючок и держатель крючка сделаны из нержавейки пищевой. Вот этот вот узел сделан из авиационного алюминия. Почему? Потому что он достаточно прочный. И, ну, он не марается, не грязнится, не тускнеет. То есть, мы уже посмотрели на это. То есть, ну, самое главное, легкость в обработке. И самое главное, то есть, ну, что он не грязнится, не мажется, не марается. Ну, вот, как бы, вот такой вот. Ну, все равно еще протирать нужно. Да, протирать по-любому нужно, потому что это же работа, ну, можно сказать, ювелирная и чистая, хирургическая работа. То есть, это операцией можно назвать. Поэтому все протирать, все смотреть, чтобы чистенькое было. Как бы мы это делаем и будем делать. Поэтому. Все узлы сделаны, да? Осталось еще собрать на станине. На станине. Один станок на едино, показать, как он выглядит. И, грубо говоря, будет презентация станка. Полностью видео по презентации нашего станка для инструментального осменения. Да, совершенно верно. Ну, и будем смотреть, планировать что-то, может быть, усовершенствовать, что-то доделывать, что-то переделывать. Может, еще какую-то одну конструкцию предложим нашим пользователям. Поэтому, вот такое видео. Всего хорошего. Смотрите наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Скоро на канале заключительное видео по станку инструментального осменения. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok